Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в нашем выпуске Сумия. Наконец-то он вернулся на свои хайпптс игры, вернулся на свои аккаунты. В данной игре он играет с аккаунта топ 600. Это его смурф аккаунт, сейчас открыл его датабаф. Тут у него 549 матчей на инвокере и 60 плюс процентов винрейт. При этом у него есть мой инаккаунт, на котором топ 300, и на том аккаунте 8000 матчей на инвокере. То есть он уже успел качнуть несколько аккаунтов на инвокере, в общем-то лучший игрок на инвокере, который только может быть. В прикольном, кстати, сете шляпа просто 10 из 10. Топ-топов. Богатенький сет. Необычно смотрится инвокер, мне нравится. Это, кстати, 8000 и еще 600 матчей на смурфе. Блин, да, я взяла. Промотаем по пасту. Это без учета того, что он очень много играет на низких рангах, играет для аудитории своей стримерской. Он стримит на китайской платформе. Я думаю, что за десяточку у него точно матчи есть, что он очень долгое время не играл. 100% точно больше 10 тысяч. 10 тысяч плюс матчей, с ума сойти, на одном игре. Да, если не против УД, в принципе, комфортная линия. Мне нравится то, что в этой игре у них хорошие комбинации под самстрайк. То есть инвокер сможет вначале экзортовым раскрываться полностью. Под Акса, под Нускара. Отлично, они агрессируют в топе. По игре, под Войда. У них вообще очень типичный китайский пик. Акс плюс Феникс, Войд. Там инвокер еще сверху, Войд еще с Фениксом комбинирует, круто. Главное, просто сейчас в линии отлично постоять. Неплохо, хотя бы неплохо. Ага, коллснапчик чисто так вот он будет, видимо, нажимать на УД, чтобы подстопить его. Ну, в принципе, фармит, все четенько. На линии у них пока что все ровно. Ну, кстати, я с Умия, я не знаю, я вот много всяких его реплеев смотрел, стримов. И я ни разу не помню, чтобы он играл на Вексовом онлокере. Он, по-моему, всегда играет в Экзорд. Я думаю, это связано из-за количества матчей. Когда ты просто сыграл 10 тысяч матчей, тебе гораздо интереснее играть на Экзордовом онлокере. Потенциал быстрее раскрывается. На Вексовом все-таки нужно поспейсить. И не всегда ты выходишь в Экзордово полноценно. Хотя, наверное, сильные игроки всегда это делают. Ну, это удовольствие. Это, в первую очередь, удовольствие. Эти прокасты, куча шматья. Успел задуманить. Да, красиво. Удов будет выходить, скорее всего, в Мидеорхаммеру. Заметьте, что у врагов ОД в пике, Разор в пике. То есть китайская дота, она все равно отличается от европейской доты. Там появляются герои, которые, допустим, в нашем регионе. Ты, на самом деле, в Северной Америке тоже не появляется. Ни ОД, ни Разор. Китайская дота, она очень-очень своеобразная. Ну, и тем интереснее. Посвежее будет смотреть эту игру, согласитесь. Постоянно прячет, падла. Вот и только из-за этого у ОД все нормально по крипам. У инвукера больше урона от руки. Но у ОД иногда прячет крипов, доняет. Плюс подфармливает какого-то крепчика. Поэтому может более-менее нормально стоять. Нужно чаще, наверное, смотреть на боковые линии. Потому что там постоянно размены какие-то происходят. Но я думаю, что, в принципе, команда ему, если что, скажет. Думаю, сами, в принципе, все китайские игроки знают. Наслышаны, так скажем, в игроке с 10-ю матчами. 10 тысяч матчей, с ума сойти. Я вот все время задумываюсь об этом и мне. На одном герое? На одном герое. Это... Не, попадались к нам, конечно. Ну, вот Левкан, там, к примеру, с Пужом, со своим... Чуть ниже. Сладкий был 12 тысяч матчей. Да, Ильич, по-моему, 10 тысяч матчей у вас еще был на 5000 рейтинга, по-моему. Но, Лича, 6 кмр. А у Сарко вообще было, там, тысячи четыре-пять. Мы записывали ролик. Это было интересно посмотреть, но не так наглядно, когда у человека высокий рейтинг. То есть тут комбинация всего. И макро понимание доты, и микритон лучше, и прокасты в целом отличные. Понимает, что делать на этом герое на уровне сильных игроков. В сумме, когда на ЛПД заходят, он вообще пинает мужиков. Там, может, без шмоток выиграть с ботильником коричневым. Тут же ситуация, иная, кстати, по поводу рангов в этой игре. Против него ОДН на миде стоит топ-179. Ну и остальные ранги от топ-300 до топ-600. Нормально. То есть это что-то около 8-9 тысяч рейтинга. Средний рейтинг этой игры. Постоянно нажимает форжа, контроль и трудн. Заметно, что квас у него 3. То есть он решил экзорт. Кстати, это необычно достаточно. Я не думаю, что сумеет этот тверок, который мискликает. Сто процентов нет. Я вот думаю. Ну, колл снайп хорошо бафается, плюс стенка, наверное, хорошо бафается. Стенку он нажимает сейчас не будет, скорее всего. Я думаю, он берет квас, да, за счет колл снайпа, и за счет того, что у форжа растет хп. С прокачкой кваса там на 100 хп больше. И ОДН, когда прячет форжа, ему не хватает урона. Возможно, именно поэтому он вас взял в 3. Ну и плюс дамажа, в принципе, и так нормально. По поводу сферы. Каждая сфера у инвокера теперь дает вам 1 атрибут. Ловкость, силу и интеллект. Сила от кваса. О, ни хрена себе. Тут просто вся карта вышла в мир. Здорово. Вы че? Неожиданно. Все нормально. Выбежали в смоке с двух сторон. Красавцы сапы. Вот так вот и играешь. Если ты сумеешь. Хрен бы они вышли бы. Хотя я смотрю на просто боковые линии. Там, например, в ДК очень самостоятельный герой. Спокойно стоит линию. Разор, который свою линию выиграл, скорее всего, тоже. Вот и поэтому у саппортов руки развязаны. И вот глобально это влияет на мид. ПТ-шечка. Первым артефактом он будет в этой игре играть через ArchVid. Хотел бы я прикиднуть и сказать, что по сборке инбосика. Ну, я думаю, люди некоторые не поймут. Думаю, да. Нормально. Ну, сумеи многие примеры брали. В том числе Miracle тоже. Вот этот прокаст, который первый показал вообще, по-моему, сумея. Cold Snap, ветра, метеорит. Который никогда Miracle не использовал, но потом, видимо, подглядел и начал тоже юзать в своих играх. А может, начал, просто сам дошел до этого. Сумеюшки, когда тоже не использовал этот прокаст, а потом понял, что вот так вот, оказывается, можно. Отлично поймал сейчас УД. Тут подошел, чтобы спрятать. Но, при этом, Cold Snap нажался и вышел, начал обидеть УД. Чуть больше ресов с него выбил. В принципе, на лейнинге ничего особенного. Вы вызываете форжа, с ним периодически добивается крипов. Маны стоит 75 всего. Но с двумя нулями мандрегена более чем достаточно. Форжом контролить обязательно руны воды. Рейл руны. Возможно, форжика можно даже оставлять под стрим снайпинг от вражеских саппортов. Вывели туда, на речку. Посмотрели, там никого. Вывели на следующую речку. В противоположную сторону. И, кстати, вот знаешь, частая комбинация Mirana плюс УД. Хорошая комбинация героев. УД прячет, Mirana закидывает стрелу. Если инвокер постоянно будет вызывать форжика и выходить поближе к УД только тогда, когда форжик готов, живой, то даже если спрячут инвокера, форжа подводишь просто вперва прям в астрал, чтобы понять, с какой траектории летит стрела, а потом же выводишь на стрелу. Нужно просто среагировать, успеть. Ну вот, поэтому такая вот, как бы, контрмера обузерной страте. Нижнюю башню все света атакует. Еще вот, как-то все по таймингу сделал. Кстати, вот Дед должен погибать. Отличный метеорит. Очень долго работает. Идет еще игрим строка. Немножко подцепил. Войнуха выходит, руны контролят. Саппорт и вражеской команды хорошо играют. Но сейчас команда инвокера тоже немножко подпроснулась. Начинает мываться под мид. Понимая то, что Войду, видимо, в боте уже никак не помочь. Он просто фармит крипов, ДК не продавить, когда ДК уже 6-го левла. Все замечательно. ДК почти 7-й уровень. Ну и кстати, он без миндаса жмите играет. Да. То есть такой билдочок. Уже достаточно давно он играет через Арчит. Примерно, я не знаю, даже, наверное, последний год где-то он всегда играет через Арчит. Имидас вообще не берет? Да, имидас не берет вообще. Уже есть телепорт сейчас на нижнюю линию. Сперва не стал показываться. Понимал то, что если что, могут его продавить. Плюс байтит, байтит, байтит. Враги могут продолжить убивать кого-то. А тут еще и раздор. Нужно быть осторожным инвокеру. Хорошо. Выждал момент, когда по траектории два героя станет. Ой, как красиво. И в итоге... Инвес? Инвес? Полных виженов нет, да? Да. На такой стадии... Только на сапах. На такой стадии, в принципе, есть вероятность, что ни у кого не будет. Ну да, и есть какая тоже вероятность. Ну, судя, он хорошо метеорит сейчас откинул. Как-то так вот по траектории полетел. Метеорит прям по гримстроку и двух с полов хватило. Чтобы его убить. Арчит, естественно, хорош. Классный артефакт. Причем, если вы купили два нолика себе еще, то маны вообще очень много. Без кларетка видим 12. Даже без кларетки он будет сильно регениться. То есть, в теории, это тоже ускоряет ваш фарм. Не так сильно, конечно, как Мидас, но это еще и на флайт. Тайминговый арчит против ОД классный. Ой, хроносфера и удачная, и неудачная одновременно. Штаг, все-таки, загрязь в этом плане продлевается. Идет. Очень больно с руки уже бьет. Переключился на ОД, ОД, Верно. Боина тоже должна забирать. И здесь еще... Наверное, на этом драка закончится. Пойдет. Нужно быть осторожным. Разор большой. Разор 9 уровня с легкой линией, напомню. На 10 минуте. Ладно. Очень больно, конечно, им залетает. Нужно сейчас мне подставляться. Со стороны просто клекать. Слушай, под тактимом супер неприятно. Разор добивает его тоже. Еще и стеночка. Но стеночка короткая, плюс ДК очень быстрый. Не успела. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вижен? Без Вижена? Нет, Вижен там есть. Все нормально. В этот раз уже после первого раза ребята поняли, что нужно с собой сцентрички таскать. Сразу понятно, да, что не лоу-птс игра. Ну да. Сапики прям бегут в мид. Тут уже, я думаю, такой ситуации не будет, что у кого-то Вижена не будет. Тут уже, как бы, вряд ли проканают. Да и просто, я вот смотрю, как они играют. Хорошо перемещаются. Ботушку забрали, подмит стянулись. ДК стоит в миде, просто под саппортами. Начинает накликивать. Сапики тоже стягиваются, очень круто. О, да я все хорошо делает. Ну пока что, в принципе, у команды сил тьмы лучше. И заметь, сколько тут 25-х гиров. У инвокера 27-й на этом аккаунте. Все на своих героях играют. Бэйн. Платиновый Д23-го или 24-го. Играли уже, скажем так, на своих персонажах. УД после метеора выходит в мидас. Понимая то, что нужно подкачиваться. В принципе, почему бы и нет. Разор сейчас тоже спейсухи много дает. Решили не продолжать драку. Но ДК просто набегает. У него, это, кстати, нет французера. Чем же ты так рано снова спустил на таске? Там, во времени немножко больше выиграть. Не критично, погиб, но разменялись ДК. Тут уже на аркейна законтролили. Топ-вычку бы еще подефать. Акс все это время фармит. Садил. Арчи до инвокера практически готов. Наверное, самый идеальный тайминг на инвокере, который только может быть. И там, минуту 13-я с ботинком двумя нуликами. Под, конечно, 13-й. То есть на 12.50 уже появился. Но так бывает не всегда. Бывает, конечно, там 4-0, у вас еще 4-0-3. Там, со страйками добиваете, не умираете, при этом фармите и не теряйте золото при смерти. Тогда можно ИК-13 бахнуть. Здесь просто враги очень неактивную доту навязывают. Им приходится принимать все драки. Так бы, скорее всего, в тройке там сэншами нафармливался бы стоял. Ну и больше со страйков, больше киллов таких фришных. Клоки, наверное, в КД немножко усумеет. Была в Росе, наверное, сфера, к сожалению, все в КД. Ну, нормально, он забрал одного чела. Двух уже, на самом деле. Бласт под, кстати, яйцо тоже очень крутая способность. Можно прилетать, там, нажимать бласт. Тут просто он что-то скастовал, потом полетел и побежал. КД кнопки были. Может быть, яйцо даже выжило бы каким-то образом. А хроносфера-то хорошая была. Хорошая, хорошая, да. Молодец. Навойдем. Мне нравится, что он наводил не афокадал биткрипов. Он постоянно ошивается вокруг мида. Он понимает, что в теории эту игру просолить может Акс, как коргерой через этот шарт, новый манту. Феникс как-то далековато отъехал. Форжиком разбудил обязательно. Вот это вот такая стан долгий. Феникс мог сейчас запотеть, и стан ДК по Фениксу... Он мог, сам Феникс мог задоджить, нажав атаку на Форжа. Сперва я ноги разбудил, а потом Феникс мог разбудить Форжа, сам заслипавшись, нажав атаку. Вот. И если вы жмете это в момент полета у вас какого-то Прожектайл с пыла, стана Ленги, стана Свена, можно задоджить его. Мог запотеть, получается? Мог, да. Но это, конечно, в голову приходит только после момента стороны, когда смотришь. Огоним следующим артефактом. Не ошибка в этой игре явно, потому что Акс инвокер плюс Войт. Вот три героя, которые хорошо комбинируют под катаклизм. Два героя, катаклизм, имеется ввиду. Это проблема Векса в единичку. Рейндж ветров всегда маленький. По идее, в двоечку уже хватает, чтобы такое расстояние захватывать. Слушай, там опять они душат мид. Абсолютно голодный. Хотят эту вышку забрать и забирают. Все-таки Тауэр там. Кримстроку неприятно. Там можно будет дотерщить сейчас Бэйну. А, ну, пожалуйста, колл-снэм, да? А что это с охрана сфера очередная в трех героев? Молодец, Войт. Но я хочу заметить, что Войт, конечно, умничка, но как вот враги стакаются вместе, на 15-й минуте ты просто не ждешь, что в тебя... Ну, ладно, начнем с 12-ми. На 12-м не ждешь Хрона. Сокс-7, так. И что под это Хрона всех убьют. Обычно урона не хватает массового. А тут просто инвокер с метеоритом. Вот, и... Дэмэдж реально колоссальный. Ну, плюс Войт 25-го, плюс у враги как-то вот контакт на все бегут. Вместе. Ой, ты хловит и убивает. Талант не берется. Но тут, кстати, волшебный талант, который в этой игре даже через арчит не будет ошибкой. Обычно, если берут арчит, вообще, что бы ни брали, талант сперва игнорируют на инвокере. Докачивают сферы, потому что они очень сильные. Вот. И с арчитом потом берут талант на перезарядку Гост Волка. То есть, вашего инвиза. И инвокер бегает по карте, с арчитом убивает цели, и инвиз откатывается очень быстро. Но в этой игре из-за хроносферы Якса можно было бы взять попозже талант на урон от Чаус Метеора. Потому что тут Метеорит точно надамажит двух, а то и трех героев. Плюс можно Шард же купить. И с Шардом это будет три Метеорита. Как вы, я думаю, все знаете уже. Три Метеора параллельно друг к другу летят боковые. Дэмэдж не смешной совсем. 18-18. Очень ровная игра. Что это было? Ему даггер сбили, что ли? Идем без даггера. Что он сам не знал, что? Ну, он вообще с даггером, он просто на месте агры нажал. Бывает. Могли нападать, в принципе. Скорее всего, Бэйн стоял в спине. Могут заслипать, как-то время потянуть. Но в боте показался Разор, и на ларде, на треугольнике показался УД. То есть, даже если бы Бэйн подставился, могли как-то прыгнуть дальше, арчит использовать. У Разора яугольчик. Обязательно прокликивайте, всегда, будучи любым героем, прокликивайте артефакты врагов, чтобы понимать, что там есть. Вот, допустим, он бы сейчас убил Бэрозора, если бы не Юл. Но Юл имеется, он скинет и арчит, и колл снэп, и часть метеорита задолжит. Урон будет нивелирован. Понимаете, что в боте... Бот это вообще сейчас самая опасная точка карты для инвокера и его команды. И, очевидно, команда должна быть в топе. Он же аккуратненько форжами распушил, и уже перетянулся к команде. Верхнюю башню силы. Да, бы принять ту драку, если она будет. А, сейчас вышку просто заберет. Нижнюю башню силы света. А по-прежнему он видит там ДК какого-то в Миде. Будучи инициаторами, вот вы, к примеру, Акс, ДК, Легионка. Если вы показываетесь на карте, пушите просто тупо какую-то линию, враги подумайте о том, что враги вас видят. Значит, враги ничего не боятся. В нормальной доте вот такие герои, как ДК, Акс, Легионочка, они не всегда хотят показываться. Лучше Эггер тот же. Они Леона. Они хотят стоять за вкус так, чтобы нападение было максимально внезапное. Даже если какой-то разор показывать, то враги могут вчетвером выйти, с этими героями, и убить. Поэтому старайтесь показываться тогда, когда в этом есть необходимость. Команда точно не дерется. И враги, и так скованы. Векс в двойку взял, экзорд докачал. Планта пока что у него нет. ОД с Мидасиком пытается фармить. Хочу заметить, как очень аккуратно играет с уми. Прям аж непривычно, знаешь. Мы в последнее время привыкли смотреть, где он играет на рейтингах пониже. И там он более себя открыто ведет. Да, конечно. Здесь прям максимально вообще. Очень круто. Мне нравится. Пошел смог. Потом на инвокере не наказывают за какие-то лишние действия. Напомню, топ-300 и топ-600. Вот два аккаунта у него. Это те, о которых мы знаем. Возможно, у него какой-то челлендж там появился для качать Акич. Ну, еще один. Он найдет так компензиум. Мы купим себе. Бэйна заберут. Отличный сантрайк. Но Астрал от УД сейвит. Сумея потихонечку в навиксах подбегает с маке. Амеса много. Ставится яйцо. Яйцо, наверное, было лишним. Потому что Войд был далеко. Было бы смешно, если бы Бэйн соло затыкал бы яйцо. Каким-то образом. Хорошо. Этот вард какой-то нереально жесткий. Я не знаю, кто поставил этот опси. На котором постоянно видно либо УД, либо Розора. И каждый раз ты можешь вот что-то поделать. Потому что там герой показывается. И, кстати, что самое интересное. На такой минуте ты ведь не ожидаешь, что в этом месте будет вард. Будучи игрой за силу тьмы. Ты же на саппорте даже не подумаешь, что туда поставить. Команда поторопилась. Зря они так рано вышли. И они, конечно, поспейсили под Рошана. Но могли бы добить. А потом Войд поставил бы хроносферу. Вот типа этой. Бласт на побольше урона. Есть еще Арчидик. А вот Арчидик, он почему-то в ДК не нажал. Из-за этого Войд получил стан. Но вроде как Войд не умрет. Если на ДК досты. Ошибка. На ДК нужно обязательно брать досты. Я уверен, что у него есть один свободный слот. Хотя у него там Калаака, Стики, Сауринг. Да, у него не было просто слотов. Жалко. Убили бы сейчас инвокера. Думайте о том, что на корах тоже не впадло покупать дастик. Вот ОД. Просто ветка рейндроп и два зряда. Ветку выкини за 50 голды. Купи себе дастик. В те моменты накажешь инвокера, игра уже будет совсем другая. Аганим скоро будет. После Аганима уже вряд ли кто-то будет переживать храносферу. Нужно будет ОД обязательно. Кстати, ОД мог сыграть в этой игре через Аганим. Два Астрала. И стоять просто очень далеко. Мог купить Аганим плюс Линзу. И, соответственно, постоянно прятать двух тиммейтов с километра. Из-под Агра и из-под храносферы. Был бы просто жестким сейвером. Но, с другой стороны, кто урон внесет? Непонятно. 20-ая минута. 20-20. Все ровненько. Без изменений. Почти готово. Аганим. Ну что ж. Сейчас, я думаю, сразу под храносферу пойдут смог прожимать. Да. Уже 15-й уровень. Да ладно. Все еще не берется. Ну, просто пушил. Опять же, вражеские герои показываются. Поэтому ему тут не должно быть стрёма. Там еще Тускар, кстати, пошел вардик снять. И, если что, смог какой-то разревелить. Смокер мог бы даже там еще одну пачку оттолкнуть. Как-то аккуратно через кусты, через метеорит. И возвращается снова на треугольник с фаржами. Фаржи, кстати, две штуки появляются после класса в 4. Класса экзорт. Левел 4. И высадится на уже с двумя фаржами. На восьмом уровне можете играться. Ну, или на девятом, если векс взяли в единичку. Для прокастов по типу Сумиевских. Тадий Ленинга. Ленка прикольная. Ленка хороша, потому что гриб. Потому что Астрал УД пока что безогонимая. ДК со станчиком вылетает на дагере. ДК со станчиком. Да, это классное решение. И можно на будет овешать. Там еще и стадиклинг. Прозора не будет работать. Каждый из плов важен. Акчить нужно будет дать. Или ветра кинуть. Эй. А его застралили еще. На инвокеры. Да. Не дали ему пройти. Но мог ветра раньше кинуть. Я не знаю, хватало бы рейнджи. Не грань на инвокере. Но по ощущениям, там можно было бы попробовать. И Войт, может быть, выжил бы. Так, если этот гризн подорчит. Минус СОД. Нормально, просвалил его. Что у него еще из плов осталось? В целом, драка, конечно, получилась ужасная. Войду не дали вообще прожать ни единой кнопки. Его настолько сильно контролили. Это вообще очень странно. В команде с Тускаром у Тускара есть, блин? Посмотрю сейчас. Тускара, блин, блин, блин. Нет, он Юл себе покупает. Хотя эта игра, мне кажется, как раз таки о блинке на Тускаре. Из-под стана ДК вытягивать. Из-под финсгриппа. Ты просто прыгаешь под Войда. А он после этого 100% ставит Хроносферу на кого-то. Хотя бы на кого-то. Вот. Ну и Минбокеру, естественно, нужно пробовать кидать ветра в Бэйна. Там, конечно, он потом был застрален. Но... Может быть, и успел бы. Окей, Хрона они не тратили. Но им как минимум 35 секунд нужно подождать, потому что... Катаклизм КД. По поводу, кстати, покупки еще Мидаса и Треволов в этой игре. Это было бы жадно прям. Потому что Акс, который сейчас с Офлейном все равно пытается выйти в свои слоты. Шардики, там не шардики. Там Монта Стайлы, Войд. Феникс тоже хочет немножко пофармить. Притом, что это пятерка Феникс, судя по всему. Ну да. Так и есть. Удай себя покупает. Важно. Погоним. Найс. Ну что. Теперь просто главное на УД стоять за километр, потом блинкануться. Дать парочку астралов. После охроносферы. И сам с блинка задоджит два Санстрайка с катаклизма. И Димейтер спасет. Которые в хроносфере погибают. А Гримстрок там вообще в шоколаде. У Гримстрока вроде 5900 надворса, но у Гримстрока 2000, там, две с половой до хекса. Он уже купил себе мистик став. Будет еще больше контроля. Будут первые нападать в Войда. У Биф Войда, кстати, у команды сил света гораздо меньше шансов на победу становится. Да, есть такое. Ну, буквально как в прошлом хайде. На самом деле и инвокера тоже могут убить. Но там хотя бы яйцо плюс с кроном будет. Это был нажатий инвиз у Розора, судя по всему, блинк. Блинка БКБ плюс ел на 25-й, плюс 1000 голды сверху. Тащича почти забрали. Хорошая хроносфера по трем героям. Там еще повезло, что Розор успел выйти, так было. Четыре героя были бы. Зацеплены. Ну, я лаком. Не из себя на бой. Изорваться. Минус все. Красота. Хорошая дота. Будет классный герой. И нокер тоже классный герой. Берите на вооружение то, что эти два героя. Вот когда смотришь на комбинацию героев, которые вот классно стакаются и понимаешь, за что доту любишь. Такие вот красивые моменты. Это круто. Рефреш. Кстати, вот еще покупая линку, вы же можете всегда начать с персиверанса. И если что-то пойдет не так, либо наоборот, так по деньгам станет супер круто. Рефреш, а почему бы и нет? Ну и УД. Просто не должен на УД никогда вставать в хроносферу. Может быть ему даже не стоит показываться до тех пор, пока вбойд не покажется. Пусть команда как-то дерется. А он на УД стоит позади. Иначе хроносфера просто по трем героям. И его желание пойти что-то поделать, кого-то побить, в итоге оборачивается в том, что он стоит в хроносфере. Но у него уже на кольце хватает, и остался только рецептик. И будет рефрешер. Как внезапно все хорошо стало после 1. 2.200 голды, по сути, ему нужно. И рефреш готов. Ой, хороший артефакт, а чего он его не захотел взять? Этот артефакт, скорее всего, возьмет тот, кто пойдет вперед. Там ведь радиус 1200, не всегда инвокер стагит впереди. Может быть какому-то фениксу даст, который яйцо в центрифайта ставит, чтобы снизить сопротивление к эффектам и к магии на 10%. Чтобы урона было еще больше. Все, вин кондишен, айтем появился. Вин кондишен теперь большой команды. Рефреш плюс. Гоним. На страйк каждый дамажит по 537 урона. То есть округлим в пользу инвокера. Это 1100. За... 2.200 чистого. Один катаклизм. Да, 2.200 чистого урона по каждому герою. Чтобы вы понимали, ООД. 2.300 хп. Бэйн 1500. 1300 грим. 2.700 ДК. 2.150. Короче, ОД. Все, кроме ДК, умирают сразу. Там по тычке нужно будет. Единственное, что дать. Разору и ОД. По тычке одной, буквально. И сапики умирают сразу. ДК. Ну, ДК нужно внести 500 урона. Ну, в общем-то, за прокаст никто в любом случае не выживает. Прокаст никто не умирает. Просто метеорит один. Туда еще добавить, и все. Будет можно стоять просто рядом и смотреть, фотографировать. Вот в такие моменты, мне кажется, офигенно. Если есть даггер у Вейда. Когда твоя задача просто хорошая охрана поставить. Просто откуда-нибудь из кустов на даггере. Как это раньше делали. Давным-давно. А еще какой-нибудь Аркейн Блинг прикинь купить, чтобы охрана просто моментально ставить. Ставилась. Забавно было бы посмотреть на это. Но есть великолепная контра. Конечно же. Это Йонгиски. Это Байбеки. Но он там убил Бэйна и почти убил Грима. Хотя бы так. Есть. Опять по троим. Господи, как ты это делаешь на Вейде? Это одни из самых красивых трансфер за последние, наверное, месяцев 7-8, которые мы видели. Вот только раз. Враги тоже как-то очень странно бегут. В кучке просто по 3-4 героя. Хотя там Войт, Акс, Феникс и Инвокер. То есть тут вообще даже близко друг другу не нужно подходить. Больт, конечно, молодец, что он нажимает кнопку на них. Но, блин, они постоянно втроем-четвером стоят. Тут и к ним тоже небольшая претензия. Вся эта минута летает ХГ после победного тимфайта. Хоть и не удалось полноценно закомбинировать свои спалы. Таланты в итоге все-таки это перезарядка Гост Волка. Урон от стенки. Я думал, талант вообще не берут. И Алла Крити. Урон от стенки теперь будет 100 в секунду. Окей, ладно. Я просто прям не помню ни разу не видел этот талант. И как наблюдал вообще. Знаешь, я вот пару раз играл на слимах на Инвокере. Я почему-то тоже брал этот талант. Я даже не знаю почему. Хотя кажется, что колл снэп гораздо сильнее. Ну типа, это же суперсильная кнопка вообще. Да. Под Алла Крити тем более постоянно. Кликает. Ну и к тому же тебе не нужно там как-то целиться, позицию выбирать, чтобы попасть в героя. Ты просто нажимаешь с далекого расстояния и все. Да, у тебя стенку вообще не кликает по-другому. Да вообще ее редко кто нажимает. Не, стенка прикольная штука, когда у игрока есть БКБ. И ты просто кидаешь ветра ЕМП. И стерлишь стенку под героя. И он вынужден прожать БКБ, но у тебя остаются санстрайки там и все остальное. Ну либо ты под замедление бьешь его. Либо ты просто хочешь развести героя на БКБ. Вот тоже нормальная тема. Стенка помогает в этом. Ну опять же, явно не для урона эта способность. Я бы назвал бы стенку слабейшим спелом инвокера. Ну, не знаю. Спорный вопрос. Ну, назови ее, спел слабее. Если не учитывать ее вексового инвокера. Слушай, ну стенка очень сильно помогает вначале убивать. Ну хорошо, что-то слабее. Не знаю. Да, я понимаю, что она помогает. Конечно, лучше иметь способность. Да не, ну инвиз это... Он ему тут лишь до жизни засейвил. Тут у нас вообще-то драка на экранах происходит, а мы тут... Ну, он там кинул бетеорит, бухлор и катаклизм два раза. Убил в хроносфере и ДК подбил очень сильно. Прочекал, когда закончится БКБ, ветра не угадал. Чуть-чуть, ДК неплохо, кстати, блин, канулся. Такое местечко нашел. Да. Форжи классный спел, Алакрити классный. Инвиз тоже хороший. Стенка 100% самый мусорный спел. Кстати, а в чем прикол? Иметь замедление у кваса 160%. То есть замедлять больше, чем на 100%? Вообще минимальный МС в доте, то есть скорость передвижения героя 100%. То есть МС, по-моему, не может упасть меньше сотки. Как ты будешь замедлять на 160%? Навелся я на стеночку. Да, но когда ты замедляешь на 100%, МС становится и так минимальный. От текущего, не от текущего. А разве, по-моему, не факт? Ну, типа, если на 100%, то... Хотя, я не знаю. 100% это называю все. Но вообще, по идее, да. Может быть, там как-то учитывать, знаешь, типа, МС в процентах не режется, либо МС там от Винд Ласиков не режется. Ну, короче, как-то может это корямика работает. Последний прокаст на фонтане добивает кого-то. Ну, и трона не сломают. Давай-ка я протестирую. Может быть, в этом есть что-то интересное? А может, вы в комментах напишите, ребят, напишите фишечки какие-нибудь за инвокера обязательно в комментах, что можно делать, что нельзя делать за инвокера. Очень крутые хроносферы. Прям прикольно было за этим наблюдать. Скикай же хорошо вводит. Под инвокера это подходит. Классная комбинация двух героев. Уже тысяча. А мы пока что посмотрим финальную статистику. Инвокер нанес 35 тысяч урона. Ближайший к нему это, кстати... Ну, вот тот случай, когда в Айду нужно было просто стоять хроносферы. У него практически самое наименьшее количество демеджа в игре нанесенного. Знаешь, по поводу инвокера... Во-первых, обычно, когда спелы какие-то вешаются на врага, или он стоит в каких-то спелах, МС меняется у героя, на котором висит этот негативный спел. Вот сейчас Накса вешал стенку, а у него МС типа тот же, но он замедлен. То есть какая-то своеобразная механика вообще у этой стенки. Которая замедляет, но у героя ТМС не отображается. Ладно. Ну ладно. Спасибо всем за просмотр. Это был Сумия. Всем пока.